Привет, друзья! Сейчас я хотел бы провести некую параллель между блоками Винчун и блоками Карате. Работая на манекене, я очень часто выполняю вот такой вот блок двумя руками, с переходом в стороны, с нанесением контратакующих ударов. Точно такой же блок, если вы помните, есть в традиционном карате не только в Шатакан, но есть и в Годзюрю, есть в Адакай, есть немножечко видоизмененные в Кёкушине. Когда спортсмен стоит, допустим, вот так вот, такой лучше видно, и выполняет вот такие блоки. Этот блок в карате, в традиционном, применяется против двойного удара Мурате Цуки. Когда вам наносят, допустим, вверх-вниз или боковой удар одновременно слева и справа, вы этим блоком можете свободно сбить этот удар, двойной удар. Точно такой же блок, только немножечко устаревший находится в Винчун, вернее присутствует и в Винчун. Почему устаревший? Потому что карате само по себе, оно не настолько старое, насколько старым являются различные стили ушу, кунг-фу. Тот же самый Винчун, если мы обратимся опять-таки к истории, ему якобы 300 лет. Но изначально эти стили разрабатывались монахами шаолинскими, странствующими монахами. Что-то приносилось из одного стиля, из Индии, что-то приносилось из панкратиона. Все это компилировалось, вычленялись более лучшие техники, более удобные техники. И получилось то, что мы имеем на сегодняшний день. То есть Винчун, стиль богомола, хунгар, стиль обезьяны, там, не знаю, там целая куча еще различных стилей. Змея и так далее, стиль пьяного кулака. Но это не суть. Я хотел обратить ваше внимание на то, что когда я выполняю вот такой вот блок на деревянном манекене, это не значит, что я кроме этого блока ничего больше не умею. Мне нравится сам этот блок. И он настолько, можно сказать, универсален. Неважно, взятый он из карате или он взят из Винчун. Этот блок настолько универсален, что его можно применять практически в любой ситуации. Допустим, если вам наносят удар в лицо, одна рука у вас чисто автоматически уходит вниз, создавая блок, упреждающий блок против удара в живот, этой рукой вы сбиваете удар в лицо. Точно так же в другую сторону. Или же, разворачивая корпус противника, вы сбиваете его руку, бьющую в лицо, наносите контратакующий блок и наносите свой удар. Это очень интересный и хитрый блок, если его выполнять правильно и вдумчиво. Это касательно того, что я делаю на манекене. И почему я это делаю. Если возникают вопросы, конечно же, вы можете их задавать, вы можете писать под этим видео, в комментариях, можете писать мне по мылу, кому как удобнее. Некоторые не пишут никогда, что я заметил, никогда не пишут свои комментарии под видео на Ютубе, но охотно общаются со мной на Фейсбуке. Ну, вот такие вот люди. Когда я спросил, а почему ты не хочешь оставить комментарий там, чтобы пришло больше... Ну, ты знаешь, тут на Фейсбуке, говорит, немножечко контингент поинтеллигентнее, чем на Ютубе. То есть человек прекрасно понимает, что на Ютубе есть и тролли, есть и придурки, есть и нормальные люди, к коим отношусь я. И есть новички, которые вообще ни черта ни смысла, ну, типа диванных спецназовцев. И они постоянно пытаются вставлять свои 2-3 копейки в то, что человек излагает в виде комментариев. Допустим, на свое сомнение или свое предложение или какой-то свой совет или еще что-нибудь. И поэтому многие люди общаются со мной только на Фейсбуке, хотя смотрят видео на Ютубе. Вот такие вот дела. В общем, ребята, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайк, жать на колокольчик, делиться видео с друзьями, оставлять свои комментарии, если кому интересно. Вот да, сейчас у нас лютая зима. Ночью у нас было, рано утром было минус 9. Ведь сейчас уже лето. Так что не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть всегда в курсе событий у нас на канале. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...